Русская народная сказка «Сивка-бурка» читает Павел Беседин. Жил-был старик, у него было три сына. Старшие занимались хозяйством, были траваты, щеголеваты, а младший Иван-дурак был так себе, любил в лес ходить, по грибы, а дома все больше на печи сидел. Пришло время старику умирать, вот он и наказывает сыновья. Когда помру, вы три ночи подряд ходите ко мне на могилу, приносите мне хлеба. Старика этого схоронили. Приходит ночь. Надо большему брату идти на могилу, а ему не то лень, не то он боится, он и говорит младшему «Ваня, замени меня в эту ночь, сходи к отцу на могилу, я тебе пряник куплю». Иван согласился, взял хлеба, пошел к отцу на могилу, сел, дожидается. В полночь земля раступилась. Отец поднимается из могилы и говорит «Кто тут? Ты ли мой больший сын? Скажи, что делается на Руси? Собаки ли лают? Волки ли воют? Или чадо мое плачет?» Иван отвечает «Это я твой сын». А на Руси все спокойно. Отец наелся хлеба и лег в могилу. А Иван направился домой. Дорогой набрал грибов. Приходит старший брат, его спрашивает. Видел отца? Видел. Ел он хлеб? Ел. Досы-то наелся. Настала вторая ночь. Надо идти среднему брату. А ему не то лень, не то он боится. Он и говорит «Ваня, сходи за меня к отцу, я тебе лапти сплету». Ладно. Взял Иван хлеба, пошел к отцу на могилу, сел, дожидается. В полночь земля раступилась. Отец поднялся и спрашивает. «Кто тут? Ты ли мой средний сын? Скажи, что делается на Руси? Собаки ли лают, волки ли воют? Или чадо мое плачет?» Иван отвечает «Это я, твой сын». А на Руси все спокойно. Отец наелся хлеба и лег в могилу. А Иван направился домой, дорогой опять набрал грибов. Средний брат его спрашивает. Отец ел хлеб, ел, досото наелся. На третью ночь настала пора Ивану идти. Он говорит братьям, я две ночи ходил, ступайте теперь вы к нему на могилу, а я отдохну. Братья ему отвечают. «Что ты, Ваня? Тебе стало? Там знакомо? Все, иди лучше ты». «Ну ладно». Иван взял хлеба, пошел. В полночь земля раступается, отец поднялся из могилы. «Кто тут? Ты ли мой младший сын Ваня? Скажи, что делается на Руси? Собаки ли лают, волки ли воют? Или чадо мое плачет?» Иван отвечает. «Здесь твой сын Ваня, а на Руси все спокойно. Отец наелся хлеба и говорит ему. «Один ты исполнил мой наказ. Не побоялся три ночи ходить ко мне на могилу. Выдь в чисто поле и крикни. Сивка-бурка, вещая-каурка, стань передо мной, как лист перед травой. Конь к тебе прибежит. Ты залезь ему в правое ухо, а вылезь в левое. Станешь куда какой молодец, садись на коня и поезжай». Иван взял узду, поблагодарил отца и пошел домой. Дорогой опять набрал грибов. Дома братья его спрашивают. «Видел отца?» Ел он хлеб. Отец наелся досыта и больше не велел приходить. В это время царь кликнул клич. Всем добрым молодцам, холостым неженатым, съезжаться на царский двор. Дочь его несравненная красота велела построить себе терем. О двенадцати столбах, о двенадцати венцах. В этом тереме она сядет на самый верх и будет ждать, кто бы с одного лошадиного скока доскочил до нее и поцеловал в губы. За такого наездника, какого бы роду он ни был, царь отдаст в жены свою дочь. Несравненную красоту и полцарство в придачу. Услышали об этом Ивановы братья и говорят между собой. «Давай попытаем счастье». Вот они добрых коней овсом накормили, выводили, сами оделись чисто, кудри расчесали, а Иван сидит на печи за трубой и говорит им, «Братья, возьмите меня с собой, счастье попытать». «Дурак, запечено, ступай лучше в лес за грибами, нечего тебе людей смешать». Братья сели на добрых коней, шапки заломили, свистнули и гикнули, только пыль столбом. А Иван взял узду и пошел в чисто поле и крикнул, как отец его учил, «Сивка, бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой». Откуда ни возьмись, конь бежит, земля дрожит, из ноздрей пламя пышет, из ушей дым столбом валит. Стал, как вкопанный, и спрашивает, «Чего велишь?» Иван коня погладил, взмуздал, влез ему в правое ухо, а в левое вылез. И сделался таким молодцом, что ни вздумать, ни взгадать, ни пером написать, сел на коня и поехал на царский двор. Сивка, бурка, бежит, земля дрожит, горы долы хвостом застилает, пни колодцы промеж ног пускают, приезжает Иван на царский двор, а там народу, видимо, невидимо, в высоком тюрьме, о двенадцати столбах, о двенадцати венцах, на самом верху в окошке сидит царевна несравненная красота. Царь вышел на крыльцо и говорит, «Кто из вас, молодцы, с разлету на коне доскочит до оконца, да поцелует мою дочь в губы, за того отдам ее замуж и полцарству в придачу?» Тогда добрые молодцы начали скакать, куда там, высоко, не достать. Попытались Ивановы братья, до середины не доскочили, дошла очередь до Ивана, он разогнал сивку-бурку, гибкнул, ахнул, скакнул, двух венцов только не достал, взвился опять, разлетался в другой раз, одного венца не достал, еще завертелся, закружился, разгорячил коня и дал раскача, как огонь, пролетел мимо окошка, поцеловал царевну несравненную красоту в сахарные уста, а царевна ударила его кольцом в лоб, приложила печать. Тут весь народ закричал, «Держи!» «Держи его!» А его и след простыл. Прискакал Иван в чистое поле, влез сивки-бурки в левое ухо, а из правого вылез. И сделался опять Иваном дураком. Коня пустил, а сам пошел домой. По дороге набрал грибов, обвязал лоб тряпицей, залез на печь и полеживает. Приезжают его братья, рассказывают, где были и что видели. Ой, были хороши, молодцы, а один лучше всех. С разлету, наконец, царевну в уста поцеловал. Видели, откуда приехал, а не видели, куда уехал. Иван сидит за трубой и говорит, «Да не я ли это был?» Братья на него рассердились. «Дурак!» Дурацкая орет. «Сиди на печи, да еще ешь свои грибы!» Иван потихоньку развязал тряпицу на лбу, где его царевна кольцом ударила. Избу огнем осветила. Братья испугались, закричали. «Что ты, дурак, делаешь? Избу сожжешь!» На другой день царь зовет к себе на пир всех бояр и князей, и простых людей, и богатых, и нищих, и старых, и малых. Ивановы братья стали собираться к царю на пир. Иван им говорит, «Возьмите меня с собой!» «Куда тебе, дураку, людей смешить?» «Сиди на печи, да ешь свои грибы!» Братья сели на добрых коней и поехали. А Иван пошел пешком, приходит к царю на пир и сел в дальний угол. Царевна несравненная красота начала гостей обходить. Подносит чашу с медом и смотрит, у кого на лбу печать. Обошла на всех гостей, подходит к Ивану. И у самой сердце так и защемило. Взглянула на него. Он весь в саже, волосы дыбом. Царевна несравненная красота стала его спрашивать, «Чей ты? Откуда?» «Для чего лоб завязал?» «Ушибся!» Царевна ему лоб развязала. Вдруг свет по всему дворцу. Она и скрикнула, «Это моя печать!» «Вот где мой суженый!» Царь подходит и говорит, «Какой это суженый!» «Он дурной, весь в саже!» Иван говорит царю, «Дозволь мне умыться!» Царь дозволил. Иван вышел на двор и крикнул, как его отец учил. «Сивка, бурка, вещая, каурка, стань передо мной, как лист перед травой! Откуда ни возьмись, конь бежит, земля дрожит, и из ноздрей пламя пышет, из ушей дым столбом валит». Иван ему вправо и ухо влез, из левого вылез и сделался опять таким молодцом, что ни вздумать, ни взгадать, ни перома написать. Весь народ так и ахнул. Разговоры тут были коротки, веселым пирком, да за свадебку. Вот и сказке конец. А кто слушал, правильно, молодец! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok